Всем огромный огромный привет, мои любимые девочки, кто решил завернуть ко мне на канал. Сегодня будет видео об очередных крутых находках с Валбикси Азон и с Яндекс.Маркет. Если вам интересно такое видео, то, пожалуйста, оставайтесь со мной и приятного просмотра. В этот раз будет много всего из бьюти, кстати, всякие штуки для здоровья, ну и, конечно, летние новинки одежды, обуви. Все, как вы любите. Итак, первое, что покажу, это я взяла в очередной раз топ этних ароматов для нее. На Азоне брать иногда даже выгоднее, чем на Рандеву, потому что цена, получается, более выгодная с Азон-карты. Я взяла его за 1779 рублей, а на сайте, по-моему, что-то около 2000 она стоит. И, конечно же, у меня топ новогодних ароматов уже подошел к концу. Тот, который я брала после этого, там, новинки, получается, люкса, тоже уже заканчивается. Я обожаю всякие новинки, всякие новые ароматы, с которыми я еще не знакома. И здесь практически нет ни одного аромата, с которым я была бы знакома. Поэтому я, собственно, решила и его взять. С огромным удовольствием сейчас пользуюсь. Ароматы все действительно летние. Такие, как я люблю. Свежие зеленые нотки преобладают в ароматах. Я вам покажу поближе, какие здесь представлены ароматы. Но самые здесь любимые, это, конечно, мой любимый Джилет Козыган. Здесь новинка. Собственно, из-за него я, в принципе, и брала этот топ. Я здесь знакома только с Вильгельм Парфюмером Англески. С этим ароматом я знакома. А остальные, по-моему, для меня все новинки. Вот. Ну, Джилет Козыган очень приятный такой. Морской, цветочный. В общем, недаром я обожаю, обожаю все ароматы Джилет Козыгана. В общем, очень рада, что он у меня появился. И с огромным удовольствием буду пользоваться большую часть лета, я надеюсь. Мне его хватит. Вот. И также на Азоне я нашла, вернее, я заботилась тем, что взять коллаген. Для мужа у него появились проблемы с суставами. Ногами там у него кое-что не очень приятное. В общем, и он сказал, найди мне какой-нибудь коллаген. Я обыскала, нашла, в общем, прочитала кучу отзывов, куча разных коллагенов существует. Какой лучше животный или морской коллаген. Вообще, конечно, это очень противоречивый БАД, потому что кто-то говорит, что он вообще не усваивается. Искусственный вот этот коллаген, который пьем. Кто-то говорит, что усваивается. В общем, очень противоречивая информация. Ну, в общем, на вот этот БАД были хорошие отзывы. Пишут, что действительно он помогает. В общем, я взяла ему вот такой вот бренд GLS. Это не реклама. Хотя я видела, многие блогеры рекламируют этот бренд, но я беру в них не первый раз. БАДы. В целом, они меня устраивают. Надеюсь, что этот БАД мужу также подойдет. Он стоил, получается, на 732 рубля по карте Озон. Это именно морской коллаген. Он для суставов, хрящей и связок. Вот у него 4-4-8 баллов на Озоне. И очень много отзывов. В общем, здесь надо принимать по 4 капсулы. Капсулы самые обычные. Вот такие вот обычные белые капсулы. Ну, муж сейчас активно их принимает. Надеюсь, что они ему действительно помогут. Ну, наверное, мне кажется, одной упаковки будет мало. Это, по-моему, одна упаковка. Здесь 120 капсул и хватит, наверное, всего на месяц, по-моему. Ну, или на два. В общем, в любом случае придется покупать вторую. От одной вряд ли будет какой-то эффект виден. В общем, это легкость движения, поддержка, крепкие связки. С мартинией. Не знаю, что такое мартиния, но написано именно для суставов. В общем, потом расскажу о пустых баночках. Почувствовала ли муж какой-то эффект. Но, скорее всего, возьмем вторую банку обязательно. Вот. Ну, и так как у меня тоже проблемки с ногтями, я вам говорила, я тоже озаботилась поиском какого-то коллагена. Мне нужен был с биотином. С какой-то, с какими-то дополнительными, в общем, ингредиентами, которые укрепляют ногти. Вот. Я прям забила тоже бат какой-то для ногтей. И вот только на Яндекс.Маркете я нашла вот такой вот коллаген. Это коллаген плюс биотин плюс гиалуроновая кислота. Именно бат для девушек, для красоты. Не знаю, действительно усваивается он или нет. Здесь тоже 120 капсул. Стоил он 855 рублей. И здесь идет сбалансированная комбинация витаминов и пептидов коллагена, как здесь заявлено. Тоже отзывы очень хорошие. 4,8 баллов на Яндекс.Маркете. Здесь точно такие же капсулы, только двух цветов. Вот такие вот симпатичные. И их нужно принимать по две капсулы в день. Ну, по крайней мере, я так принимаю. И, по-моему, так и надо, да. Ну, написано, что нужно принимать от двух месяцев и более. То есть, соответственно, мне не хватит, конечно, на два месяца и пять одной баночки. Поэтому мне тоже, скорее всего, придется брать еще дополнительно. В общем, надеюсь, что я увижу какой-нибудь эффект от него. И не зря будут потрачены деньги. И надеюсь, что мои ногти, наконец-то, начнут укрепляться. Потому что я уже, честно говоря, не знаю, что с ними делать. Я просто устала с ними бороться. Так, и заказала я себе очередные летние кеды. Я обожаю летом белую обувь. Это мое все. Я каждый год, по-моему, практически обновляю себе какие-то летние кеды. В принципе, те, что брала я в прошлом году, мне они до сих пор нравятся. Но они немножко уже, конечно, потрепались. Я их вчера постирала, подержала в кислородном отбеливателе. И они стали более-менее белые. До этого они были такие желтые-желтые. Уже такие страшники. Я уже думала, их не отстираю, честно говоря. Но они внутри, там где-то какая-то подкладка отстегнулась. И она колется при ходьбе. Не очень удобно. Не знаю, надо как-то ее обрезать. Но в целом можно носить их еще. Да, они классные. Они симпатично смотрятся. Они беленькие. Но мне хотелось что-то более такое на более высокой подошве. И чтобы спереди они тоже были с сеточкой. Потому что я когда в прошлом году взяла, у них только сбоку здесь получается сеточка. Но есть еще и спереди, чтобы пальчики дышали. У меня очень сильно задыхаются, там, прям скажем, когда жарко, ноги. Поэтому мне нужно обязательно максимально открытая обувь. Я имею ввиду, если какие-то кеды. Да. Вот. И я увидела, что есть с открытым носиком еще кеды. И на более высокой подошве. Я просто в них любилась. Я вчера уже в них ходила гулять. А я показывала во влоге на Валберес. Я их померила сразу же. Надела. И мы пошли с дочкой гулять. Вот такие вот чудесные белые кедики. Они идут, получается, сеточка. Помимо того, что сбоку идет, но еще и спереди. Такая вот сеточка. Вот. Смотрится очень классно, очень нежно. Они легенькие. Хотя подошва, в принципе, резиновая. Но я думаю, они идеально подойдут и под какой-то летний сарафанчик, под юбочку, под джинсы вообще смотрятся просто бомбически. Я вчера, когда пришла, дочка заценила, сказала, обалденно смотрится. С джинсами вот этими широкими трубами. Потому что подошва более высокая, смотрится более стильно, более молодежно, модно, так скажем. В общем, тот стиль, который я стараюсь сейчас придерживаться. Вот. Здесь идут обычные шнурки. Я, может быть, закажу резиновые, чтобы не надо было расстегивать. Посмотрим. Вот. Сделаны они, в принципе, качественно. Но стоят они недорого. Я думаю, что только на один сезон их хватит, если я буду их носить интенсивно. Они стоят 1490 рублей. Ну, почти полторы. За эту цену, мне кажется, отличная обувь. Там есть разные рисунки, кстати. Тут и молния какая-то, и циферки какие-то есть. Ну, в общем, зайдете по ссылочке, посмотрите. Эти я брала кедики на Балберис. Обалденные кедики. Очень мне понравились. Могу их посоветовать. Но они маломерят на размер. Я брала... Обычно у меня 38-й. Я брала 39-й. И они в стиле прям мне идеально. Но просто круто смотрятся. Очень удобные. Мягкие, легкие, летние. Такие красивые, симпатичные белые кедики. Так что могу их посоветовать тоже от всей души. Так, потом, насмотревшись видео Иришки for Yulia. Иришка, огромное тебе привет, если будешь меня смотреть. Она очень хватила, хвалила разные гель для душа. Жидкие мыла. Мыла от бренда La Fabrique. Я еще не знакома была с этим брендом. У него такое стильное оформление у этого бренда. Стоимость, конечно, не особо бюджетная. Вот такое вот жидкое мыло 300 мл стоило что-то 300 с чем-то. Рубли почти 400. Я считаю, что это дороговато, конечно. Но мне так стало интересно познакомиться с этим брендом, что я решила все-таки его взять. Долго думала, какой выбрать аромат. Там ароматы такие, ароматы сильные тоже, ароматы Tom Ford, так скажем, вишня. Вишня, табак, вишня, в общем, вишня, ваниль, что-то, нет, табак, ваниль. В общем, такие интересные очень ароматы. У меня еще такого не было. И я решила взять аромат именно табак, вишня. Это у нас композиция сладкая и сочная вишня в сочетании с дымчатыми, с дымными нотками. Это создает благородный элегантный аромат. Действительно, так и есть. Аромат у него нежный, приятный. Аромат вишни больше. Дымные нотки тоже ощущаются. Но так где-то отдаленно, больше такой вишневый какой-то благородный аромат, так скажем. Это больше, конечно, на холодное время года. Но я, наверное, поставлю сейчас в использование. И очень приятно потом ощущается этот аромат от рук. Но я даже использую как гель для душа. Мне интересно ощущать его на себе. Какое-то время еще. Очень приятный, нежный. Ну и само по себе мыло качественно, хорошо пенится, отлично очищает кожу и не сушит ее. Ну еще бы за такую стоимость оно было бы некачественное. В общем, по качеству меня оно очень-очень даже порадовало. Вот так что у меня теперь тоже будет от Ляка Брик что-либо попробовать. И решила я повторить вот такую вот зубную пасту. Смотрела на многих маркетплейсах. Смотрела на магнит косметик. Но самая выгодная цена была на Яндекс.Маркете. Тем более у меня там были бонусы, баллы от Яндекса. И поэтому она мне вышла что-то 350 рублей, по-моему. Так она стоит около 500 везде. Вот я решила взять вот такую вот зелененькую. В тот раз у меня была оранжевая такая. Я потом переехала уже. И у меня там оставалось почти пол бутылька. Я его хотела забрать, так и не поняла куда он делся. Потом муж пользовался, говорил. Потом что-то куда-то пропала эта зубная паста. Так я и не закончила ее. Вот, поэтому я решила повторить. Это у меня освежающая зубная паста с насыщенным вкусом мяты. Ну, обычная, стандартная мятая, гелевая зубная паста. Ну, она мне нравится, удобно пользоваться. Можно легко спутать, конечно, с жидким мылом. Муж говорит, что первое время постоянно путал, но сейчас уже привык. Ему тоже нравится эта зубная паста корейская от бренда Pum Pink. Вот, довольно популярная. Много где есть. И мне она понравилась. Так что могу посоветовать. Заходите на Яндекс.Маркет и заказывайте ее там. Потому что в прошлый раз я тоже брала оранжевую именно на Яндекс.Маркете. Цена там получается более-более выгодная, чем везде. Вот. Следующее, что я взяла на Азоне, это была моя повторная покупка. Беру уже в третий раз. Долгое время у меня их не было. Но что-то так соскучилась по ним. Это мои любимые кубики манго. Если вы еще их не пробовали, если вы такие любители, как я, всяких таких желейно-тропических вкусных конфеток, то от всей души могу посоветовать, потому что они действительно классные. В общем, здесь у нас пачка. Изготавливается во Вьетнаме. 500 грамм здесь. И вот входят и такие вот желейные конфетки. Но самое классное, что они без сахара. Потому что на маркетплейсах огромное количество таких вот конфеток манго, но при этом они с сахаром. Я искала именно без сахара, потому что для меня с сахаром очень приторные для меня. Ну, как будто хочется что-то такое менее сладкое. Я даже сейчас уже настолько отвыкла от сахара, что я когда покупаю обычное мороженое, например, то оно для меня прям приторное. Я прям не могу его есть. Поэтому как бы да. Вот. И значит, здесь получается в 100 граммах 290 калорий. Тоже немало, конечно. Но по сравнению с другими конфетками, тем более я их много не ем. Штучки 3, наверное, максимум за раз. И наедаюсь как бы. Беру с собой на работу, на перекус в качестве сладкой пилочки. В общем, очень вкусные. Кубики манго. На них, в принципе, одинаковая цена на разных маркетплейсах. Но я в этот раз взяла на Озоне. Стоили они за 500 грамм 428 рублей. Вот такие вот классные конфетки манго. И три продукта я брала еще с Яндекс.Маркета. Там была выгоднее цена. Я взяла большой кофе Жордин. Выгоднее всего было брать именно там. 240 грамм было 378 рублей. Я считаю, что это выгодно. По крайней мере, я сравнила с другими маркетплейсами. По-моему, это выгодная цена. Да. Вот. Очень люблю такой кофе Жордин. Последнее время беру его часто. И вот именно большая упаковка получается более выгодной. Именно вот это. Это опять интенсивность вкуса. То есть, оно довольно яркое. Его не надо много добавлять в чашку. Арабика из Колумбии. Вот. Так что взяла для разнообразия. Будем теперь с мужем пить такое. Охи! Ой. Вот. Также у меня появилась проблемка. Вдруг ни с того ни с сего. Не знаю, где я его подцепила. В общем, у меня появился грибок на ногтях. В ногах. На ногах ногти. Я думаю, может быть, не знаю даже, где я могла его подхватить, честно говоря. Я, в общем, всегда придерживаюсь гигиены. И нигде не хожу босиком. Так, чтобы в каких-то таких необычных местах. Ну, если только в аквапарке. Но это было черное-то когда. Не знаю. Вот прям вот теряюсь догадкой, честно говоря, где я могла его подцепить. Но факт остается фактом. Я, правда, купила экзодерил. И пользуюсь уже довольно, ну, две недели, наверное, пользуюсь. Уже прогресс виден, кстати, да. Но попался мне на Яндекс.Маркете в рекомендованных вот такой вот от Ланбена. Это масло специальное. А против грибка ногтей. Очень хорошие отзывы у него были. Я решила его взять тоже, попробовать. Им можно пользоваться даже для профилактики. Не обязательно, если он у вас уже есть. Но в качестве профилактики, в общем, советуют им пользоваться. Бренд Ланбена китайский. Мы когда-то с ними сотрудничали. У меня было много всего от этого бренда. Но уже давненько-давненько это было. В общем, значит, это средство от грибка ногтей на ногах. Лечение, укрепление, уход. В общем, специальный экстракт масла. Стоило это экстракт масла 274 рубля. То есть оно недорогое. Есть маленькая упаковочка. В комплекте, кстати, идет вот такая вот пилочка. Самая простая. Железная. Там нужно использовать, в общем, пилочкой сначала, а потом нужно наносить это маслом. И вот такое вот масло. Здесь всего лишь 15 миллилитров. И оно такого вот коричневого цвета. Пахнет почему-то каким-то таким, то ли спиртом, то ли какой-то кислотой непонятной. Но не раздражает кутикулу, ничего. И я надеюсь, что действительно будет мне помогать избавиться от этой гадости. Да. Вот. В комплекте с экзодрилом. Я, в общем, с утра использую экзодрил, а вечером использую на ночь вот это маслице. Вот. И я решила попробовать. Экстракт Монарды. Вот такой вот масло Монарды. Так как у меня проблема еще с ногтями на руках. Они у меня очень жутко слоятся, крошатся. И я не знаю, что с ними делать уже долгое время. У меня заканчивается масло Монарды от Фаберлик. Вот оно уже в конце. Я решила попробовать какое-то другое чисто ради эксперимента. И хорошие очень отзывы вот на вот это маслице. Так, тот самый экстракт Монарды 30 мл для ногтей и кутикула. 205 рублей стоило оно на Яндекс.Маркете. Оно подходит также тоже для лечения грибка, перхоти, а не холизиса даже. Просто для маникюра. Очень удобно его использовать, потому что оно с пипеткой. Оно очень приятно пахнет. Что за бренд еще, еще не могу найти. Хэнди, что ли. Хэнди, наверное, вот так вот выглядит. В общем, вот такое обычное стандартное масло с пипеткой. Оно очень приятно пахнет. Какой-то такой цветочный, приятный, нежный, парфюмированный аромат. Оно само по себе, конечно, довольно жирноватое. Очень хорошо оно увлажняет кутикулу. И очень хорошо оно питает ногти. Я использую его, наверное, уже где-то с недельку. Ну, пока, по первому числению, оно мне очень нравится. Здесь прям эффектов куча. 17 в 1, как обычно, обещает производитель. Но, действительно, отзывы очень хорошие на него. Зайдите, почитайте. Если вдруг у вас есть такая же проблема. Ну, и вообще, для увлажнения кутикулы просто подходит это маслице с приятным ароматом. Почему бы не взять? Так что могу посоветовать. Мне оно понравилось, да. Особенно по первому впечатлению. И также на озоне я взяла мой любимый листерин. Да, все-таки сколько я не пробовала ополаскивателей. Пробовала, искала какие-то аналоги. Почему не сделать какой-то русский наш аналог? Ну, сделайте, пожалуйста, на русский аналог листерина. Слишком дорогой, конечно, листерин. А так как мы сейчас его можем покупать только через перекупов, в обычном доступе у нас его нет, к сожалению, то, конечно, получается золотой. Вот, я нашла более-менее нормальную цену. Это 528 рублей за две упаковки по 500 миллилитров. Вот, но не было, кстати, моего любимого с имбирем и лаймом. Поэтому я взяла обычный Total Kea. Он, конечно, такой довольно более ядреный. Немножко такой, более, скажем, обжигающий полость рта. Но при этом мне нравится, как он освежает. Очень, очень нравится освежает. Вот этот привкус во рту после листерина именно мне очень нравится. Я не использую его каждый день, но хотя бы пару раз в неделю. Мне хочется ощутить эту свежесть, этот привкус калистерина во рту. А так выгодная получилась упаковка. Действительно, хорошие отзывы на него. Поэтому я, собственно, и взяла. Там есть у этого производителя только три вкуса. Это свежая мята, которую я взяла. Потом более ядреный еще мятный. И вообще ментоловый. Для тех, кто любит прям очень сильно мятный. Вот, ну, я взяла более-менее такой щадящий, так скажем. Но это оригинал. Потому что очень много подделок на листерин сейчас. Из-за того, что, видимо, его невозможно купить просто так. И очень легко нарваться на подделку. Там, где будет гольный спирт. Поэтому будьте внимательнее, если будете искать так же, как я. Но я, конечно, очень-очень жду аналога нашего российского производителя. Листерина. Пожалуйста, сделайте. Вот, как-то так. Так, немножко из бьюти. Заказала я с Яндекс.Маркет. Что-то захотелось мне цветных тушей. У меня засохли все, что были. В основном все цветные туши позаканчивались. Вот. А я очень люблю летом именно цветные туши. Особенно синие. Какие-то фиолетовые. Но фиолетовая тушь у меня еще, кстати, до сих пор есть. И она, кстати, неплохая. Я ей пользуюсь до сих пор. И она хорошо работает. Хотя ей уже довольно, ну, год, наверное, фиолетовая тушь. Это у нас, кстати, белорусский бренд, по-моему, Белор Дизайн или Белита. Бабидол серия. У меня такой еще бальзам для губ был окрашивающий. Вот она с силиконовой щеточкой. Она ярко-фиолетовая, как я люблю. В общем, очень люблю эту тушь. И она у меня до сих пор не засохла. Хотя уже и точно больше года по-любому. Я тоже, наверное, к прошлому лету ее покупала. Вот. Ну, и такой почему-то я не нашла. Но нашла на Яндекс.Маркете мою когда-то любимую Чикаго. У меня такая черная тушь была в любимчиках, фаворитах долгое время. Но я не знаю, сколько лет. Пять или шесть назад. Оказывается, она существует сейчас. И у нее появились еще цветные варианты. Причем такие цветные варианты необычные. Там лазурный какой-то. Какие-то вообще такие цвета необычные. В общем, ну, я взяла обычную стандартную. Ультрамарин. Это ярко-голубая тушь. Ее очень хорошо видно. Это именно то, что я искала. Прям действительно получаются такие яркие синие ресницы, которых видно издалека. Вот. Как раз то, что нужно. Здесь силиконовая щеточка. Хорошо прокрашивает. Она не осыпает в течение дня. Она не слепляет ресницы. В общем, все, что я требую от туши, она делает. Стоила она, правда, не бюджетно. 436 рублей. Вот. И даже есть розовая такая тушь. Представляете? Вот. Но тушь действительно цвет у нее виден. Еще такая, кстати, есть изумрудная. То есть зеленая. Вот я думаю, еще, может быть, изумрудную себе приобрести. Потому что она мне очень понравилась. Действительно классная. Да. И вот сначала я хотела взять, кстати, от Релуи. Так как я искала именно белорусскую цветную тушь. Вот. У бренда Релуи есть серия маскарад. Вот. Но она уже такая не силиконовая, а именно пушистые такие щеточки. Вот. Но я решила взять коричневую. Что-то не захотелось еще коричневой туши. У меня коричневая была. Но она у меня засохла. И мне нужно было какая-то новая. В общем, там тоже есть голубая тушь. И тоже, кстати, неплохие отзывы у нее. Но я решила уже взять коричневую, а голубую взять у Artvisage. Вот. Очень классная тоже, кстати, тушь. Отлично прокрашивает лесницы. Она хоть и пушистая, но ей удобно пользоваться. Она их не склеивает совершенно. И получаются такие действительно насыщенные. Именно коричневые. Не черно-коричневые, как обычно. Вот, например, у Faberlic есть очень много разных цветных тушек. Они, по факту, вообще не цветные. То есть, ты красишь цветной тушью, а на самом деле она кажется как будто черная. С каким-то мелким-мелким, едва заметным отливом. А здесь же видно, что это действительно коричневая тушь. Мне это нравится. Она, получается, за счет коричневой туши, получаются такие более оболакивающие. Какие-то такие интересные ресницы, более нюдовый макияж получается. Особенно, если сделаешь какой-то коричневый смок и легкий. Я пробовала, мне понравилось. И в качестве разнообразия, почему нет. Так что тоже могу посоветовать, если кто-то ищет, 366 рублей она стоит. Вот. Ну и у них, получается, у этой туши еще на Яндекс.Маркете есть и синяя такая же тушь. Но так как синюю я уже приобрела, поэтому брала коричневую. И я очень хотела познакомиться с брендом Фанки Манки. Этот бренд широко представлен в Магнит Косметик. Вы, наверное, видели его уже не раз. Но цены какие-то у него очень кусачи. Я смотрела, тестировала. В общем, пробовала на руки разные. И подводки там очень красивые, яркие. Но особенно меня привлекали их матовые тени. Так как я большой обитель матовых теней, то я решила взять ультрапигментированные матовые тени. Долго думала я над цветом. Там есть очень красивые такие лиловые, серые, носибельные на каждый день. Но так как я Фаберлик взяла, кремовые тени у меня уже есть они, то я решила взять вот такой вот красивый пастельно-розовый оттеночек. Такого у меня еще в Фаберлике нет, поэтому я решила взять. Вот. У него стандартный такой спонжик небольшой, маленький. И они выглядят следующим образом. Мне, кстати, кажется, что их можно использовать как помаду для губ. Да. Что-то я даже не подумала, но я люблю тинты для губ сейчас. У меня, кстати, сейчас на губах мой любимый тинт конфетка в морковном цвете. Если вдруг будете спрашивать, а то я потом не вспомню. Вот. Еще есть такой же точно мой любимый бирюзовый оттеночек. Я еще думаю над его приобретением. Но бирюзовый, конечно, он не такой носибельный, как розовый. Розовый, конечно, он очень хорошо тушуется. Они очень хорошо держатся, служат отличной подложкой под тени. Сверху можно нанести блески какие-то, шиммер, и ничего не будет осыпаться. Я сегодня, кстати, их нанесла тоже. Но, может быть, не так видно, что я сверху нанесла блески. Но как подложка и как такие красивые матовые розовые тени, они подходят просто идеально, эти тени. Стоили они 449 рублей. Оттенков большое множество. Есть прям такие темные, винные, темно-зеленый оттенок, темно-серо-черный какой-то. Но самые носибельные, мне кажется, 3 оттенка. Это вот этот, зеленый еще более-менее такой изумрудный. И третий такой какой-то серо-светлый оттеночек. Вот остальные прям темные-темные, бордовый оттенок. В общем, такие все темные оттенки, малоносибельные, как по мне. Но стоят они не бюджетно. Но мне кажется, что на Яндекс.Маркете цена на них все-таки чуть подешевле, чем в Магнит Косметик, например. Или на других маркетплейсах. Именно на Яндекс.Маркете у меня, кажется, цена более привлекательной. Ну и, собственно, что у меня было из одежды и обуви. Начну с обуви.